Приветствую вас на канале Готовим Дома. С вами я Оксана Пашко. Знаю, что практически у каждого есть свой вариант приготовления сельди под шубой, но сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, который я делаю уже много лет. Все, кто ел мой салат, говорили, что это самая вкусная селедка под шубой, которую они пробовали. Итак, что же для этого салата нам понадобится? Морковь, картофель, свекла, все овощи заранее отваренные, майонез, рецепт приготовления майонеза вы можете посмотреть у меня на канале, лук, сельдь, яблоко и соль. Для начала займемся рыбой. Отрезаем голову и хвост. Голову отрезаем вместе с плавниками. Эти части рыбы пойдут на украшение салата. Остальную часть рыбы нужно выпотрошить, помыть, удалить кости. Этого показывать я не буду, я думаю, что вы справитесь с этим сами. Очищенное филе селедки нарезаем мелкими кубиками. Порезанное филе селедки выкладываем равномерным слоем в блюдо, в котором будем собирать салат. Луковицу разрезаем на две части, используем только одну часть, нарезаем ее мелкими кубиками. Порезанный лук выкладываем сверху на селедку. Яблоко разрезаем на четыре части, каждую часть очищаем от кожуры и сердцевины. Яблоко придает этому салату нотку свежести и приятную еле уловимую кислинку. Очищенное яблоко натираем на крупной терке. Потертое яблоко выкладываем следующим слоем. Морковь натираем на мелкой терке. Можно и на крупной натереть. Но все-таки салат получается вкуснее, когда отваренные овощи натерты на мелкой терке. Морковку равномерным слоем кладем на слой с яблоками. Теперь дошла очередь до майонеза. Майонез я перекладываю в кондитерский мешок, так будет его удобнее наносить на салат. Если у вас нету кондитерского мешка, вы можете воспользоваться обычным плотным пакетом. Сверху на морковь наносим сеточку из майонеза. И немного солим. Картофель точно так же. Натираем на мелкой терке. И выкладываем на морковку. На картофельный слой наносим майонез. Этот слой тоже нужно посолить. Свекольный слой точно так же, как и два предыдущих. Натираем на мелкой терке. И выкладываем его на картофельный слой. Сверху на свеклу наносим майонез. Размазываем его вилкой. Стараемся сделать это как можно аккуратнее и красивее. Так как это последний слой в нашем салате. Теперь займемся украшением салата. Берем помытую рыбью голову и хвост. И с одной стороны выкладываем на салат рыбью голову, немного ее вдавливая. Точно так же выкладываем и хвост с другой стороны салата. Сверху майонезом наносим рисунок скелета рыбы. По желанию, так же салат можно украсить зеленью петрушки, или зеленым луком, или укропом, что у вас есть в наличии. Вот с таким оригинальным украшением салат селедка под шубой получился. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях и до скорой встречи в новых видео!